Привет всем, привет, с вами Иван, вы на канале Саня Шаван, с вами у нас будет обзор на масштабную модель Nissan Skyline R30 Hardtop 2000 Turbo RSX Как много буф, как много цифр, и мы начинаем обзор И это у нас модель от фирмы Norev, масштабная 1 к 43, погнали! Вот он, ребятушки, ну согласитесь, во-первых, это легенда, а во-вторых, он выглядит просто офигенно, давайте его откроем Ребята, ребята, это заслуживает уважения Просто посмотрите, это, ребятушки, легендарный R30 Skyline, который я просто обожаю Я, это вот кузов, один из моих любимых у Skyline, потому что вот он такой олдскульный Особенно вот если жопу посмотреть, так это вообще, это прям, уууу, прям лютый олдскуль, ребятушки Это так круто, вот, я не знаю, если его еще дропнуть на какие-нибудь стильные дисочки Так это вообще будет просто такая пушка, еще и деревянный руль, если поставить Ну это, кстати, спорный вопрос, но, в принципе, мне кажется, было бы неплохо, но это посмотрим Давайте пока что, ребят, посмотрим на этот Skyline в деталях Начнем, наверное, с морды, и это у нас замечательные вот такие вот фары, которые выглядят реалистично Вот этот вот шильдик S, он просто здесь отлично всписывается и смотрится максимально реалистично Противотуманочки, смотрите, двухцветные, все как надо, ребятушки, все вообще шикарно Омыватели фар, это прям, вот, слушайте, они настолько, блин, офигеть, я их даже раньше не замечал Это офигенная детализация для, точнее, офигенная деталь для этой модели Шильдик, не вижу, что здесь написано, но это, по-моему, шильдик GT, да? Вроде да Колеса Ну, спорный вопрос, в принципе, так-то неплохо, но, мне кажется, можно что-нибудь более красивое заменить Значит, номерная рамочка с названием Sky автомобиля Вот, давайте посмотрим дальше, блин, просто смотрите, насколько эта модель очень красивая Во-первых, двухцветная покраска, то есть, черный низ, красный верх, это прям офигенно Надписи все правильно соблюдены, это в оригинале, так, то есть, прям здорово Спортивный руль Салончик у нас сделан тоже хорошо, то есть, вот как выглядит Можно посмотреть, вот так вот, ребят Единственное, только, вот, опять же, не хватает проработки приборки, вот, без нее, конечно, да Окантовка окон Хромированная Выглядит реалистично Что мне особенно нравится, вот эта вот малюсенькая антенка на крыше Деркала, ручки, замок даже проработан Переходим дальше Жопа выглядит вот так Но Это всего лишь заднее крыло А сама жопа, это прям отдельно Я вот ее прям обожаю Вы посмотрите, насколько она красивая, ребятушки Во-первых, шильдики А во-вторых, фары, вы просто, точнее, фонари Вы просто на них посмотрите Это же, вот, фонари, это отдельный вид искусства Они Затемненные немножко Голубой, затемненный пластик Там у нас четыре кругляшка И еще вот эти вот Сигнал заднего хода, поворотник Стопарик, это вообще Это прям просто замечательно, я считаю, выглядит Шильдик Skyline Все очень олдскульно Дворник Выхлоп Это прям Это офигенно, чуваки Это очень классно Также у нас Проработка салона тоже хороша В общем, вот такой вот Sky Это был такой вот небольшой обзор Но я считаю, что вот эта модель Она реально, она Вот в коллекции Она выделяется очень сильно Потому что Она такая Вот, ну Просто в магазине ее обычно не купишь И это особенно Придает, так сказать, какой-то такой шарм Этой модели То, что Она От всех Вот от всего, что есть Она как-то отличается Такой маленький Японец Так сказать Давайте посмотрим детализацию дна Ну, в принципе, она здесь такая Самая обычная Кстати, 83-го года Skyline Запомним Ну, детализация дна обычная Вот, ну а в целом Skyline, конечно Выглядит просто Просто Умопомрачительно Потому что У меня такой модели, кстати Никогда не было Именно в 43-м масштабе У меня только отходы Виллз были Давайте, ребятушки Поставим в обратную подставочку И Просто закроем Вот, ребят Обзор на Skyline R30 Hardtop Только что был Ну, а сейчас Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите свои комментарии С вами был Иван Вы были на канале Саня С вами всем пока Обзор на Nissan Skyline R30 Hardtop 2000 Turbo RSX 1983-го года выпуска От норов В 43-м масштабе Закончен Всем спасибо, ребят Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok